Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Ну что, ребята, и по PS Ledger продолжается после того, как они заявили, что всегда, оказывается, технически возможно было извлечь сидфразу из приватного чипа, что абсолютно противоречит первому же правилу Ledger, что сидфразу никогда не покидает устройство. Давайте разбираться, что происходит. Вот такое небольшое видео на CoinDeskTV вышло, давайте посмотрим прямо сейчас, но перед этим не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Погнали! Ledger продолжает защищать себя после выпуска своей новой системы восстановления Recovery. По их словам, Ledger технически всегда имели возможность извлечь сидфразу. Разработчики выпустили программу, которая называется «Восстановление Recovery», которая поможет пользователям восстановить их сидфразу, разделяя ее на части с участием третьих лиц. Пользователи сомневаются в том, что это добавит им ценности. Программисты Ledger твитнули, мол, мы всегда технически могли восстановить сидфразу и все такое. Пользователи в бешенстве. Адам, я адресую тебе. Что ты об этом думаешь, Адам? Мне кажется, мы по-прежнему застряли в моменте, когда каждый может быть своим собственным банком. Но в этом есть и минусы. Часто компромисс – это не совсем то, о чем мы думаем, чего мы ожидаем. Похоже, это хорошее решение. Я думаю, что тут вы имеете дело с компанией, которая озвучивает громко текст, написанный маленькими буквами. Суть в том, что любая из этих проблем, которые вы обычно ставите перед кем-либо, скажем, частично доверительных отношений с производителем софта, в значительной степени преувеличена. Это разумно, но это не совсем то, что меня беспокоит. Дело в том, что в мире крипто-твиттера все реально преувеличено в 10, а то и более раз. Да, мне не противен этот ответ. И я думаю, что кое-что из того, что Генри написал, немного преувеличено. Да, технически, да, это может случиться. И это нормально. Да, я знаю, что это своеобразный пиар-ход. Более того, я уверен, это так и есть. Что касается общей картины, то основные вопросы касались этой новой функции. И теперь есть противостояние между олдскул-криптодухом и новой системой упрощенной криптозащиты для большей популяризации криптокошельков. У них есть паренек, которого они наняли. Малой делал дизайн для iPod, теперь он делает для них девайс под названием Stacks. Что это за звездная коллаборация? Это забавно. Как и все эти фитчи, по типу того, что он болтается и все такое. Мне кажется, что они хотят сместить фокус в сторону доступности продукта для широкого круга пользователей. Но, как напоминает гендиректор в статье, чтобы сделать это, вы должны пойти на некоторые компромиссы. И в том числе компромиссы, связанные с приватностью. Если новые клиенты будут требовать доступности, возможности восстановления резервной копии, то это будет воплощено в жизнь. Но беспокойство по этому поводу, как вы упомянули Адам, будет незначительным. Я все же думаю, что это скорее популяризация криптомира в реальном мире. И это требует компромиссов между фундаментальным обещанием быть для себя своим собственным банком и тем, что сейчас придется убивать пыл излишнего доверия по отношению к производителям софта. Тотальное доверие уже не будет возможно. Джанет. Да, я согласна с вами обоими. Ledger не единственная компания, которая предлагает эти услуги. Есть другие криптокошельки, которые, может, не так сложны. Например, как Soul, кошелек, который спонсирует Ethereum. Все они ищут способ упростить доступ к активам для широкого круга обычных пользователей. И тут, я думаю, Ledger был захвачен потоком негодования. Своим твитом CZ Binance лишь усилил его. Давайте на него взглянем, и так CD фраза может покинуть устройство. Звучит как противоречие предыдущему утверждению. Ваш ключ никогда не покидает устройство. Интересно, как мы будем преподносить эту идею пользователям? На какие рычаги давить? Ни ваши пароли, ни ваши монеты. Мне кажется, это небольшой провал в качественном понимании того, как мы будем преподносить это миру. Но я согласна с тобой, Сэм, что нужен доступный способ внедрения криптокошелька в массы. Интересно, что CZ сказал это потому, что он был тем, кто вышел на рынок после FTX, и не каждый может сохранить свои активы. Очень сложно сохранить свои кровные, и вот теперь он принимает в этом участие Адам. И это не новая проблема. Сообщество криптоаборигенов всегда слишком серьезно относилось к вопросу приватности. А сейчас предстоит переход к обычному потребителю в массы. Я уже работал над этим тогда с 2014 по 2017-2018 года. Я пытался объяснить, что такое CD фраза, зачем она нужна. И уже было ясно, что это не очень приемлемо для 10% пользователей. С нынешней финансовой системой одна из вещей, которую они сделали очень хорошо, это сокращение персонала. Это нормально, когда ваш банк терпит крах, потому что это даст вам возможность возместить часть убытков и все остальные баги системы, которые имеют место быть. Но биткоину и другим криптовалютам нужны новые решения. Возможно, надстройки над существующими продуктами для популяризации и доступности криптокошельков. Я согласен с тобой, Джанет. Это триггернуло много людей, но это действительно проблема. И это важно. В общем, вот так вот, ребята. Даже не знаю, что сказать. Очень много было комментариев по поводу вчерашнего нашего видео про Ledger. Теперь еще вот эта информация, что, оказывается, всегда можно было сид фразу извлечь из прайват-чипа, и что у Ledger закрытый исходный код. Короче, очень большой фат. Сейчас на этих новостях могут и биток пролить. Очень много было комментариев под вчерашним видео. И вот что написал человек с ником Таксуем в Праге. Обновлять Ledger, получается, лучше не надо? Или когда запускаешь на компе, лучше обновить? Подскажите, кто понял. И вот вопрос, собственно, к вам, ребята. Обновлять ли Ledger после этого прошивку? Потому что если не обновлять, то вроде как все будет окей. Потому что он работает так же, собственно, как и работал. Но опять же, веря им на слово. А если обновлять прошивку, то нужно же хотя бы читать лицензионное соглашение, что они в нем пишут. Потому что все же помнят знаменитую историю с лицензионным соглашением iTunes. В этом соглашении не может быть ничего такого, что они собираются с ним делать. Смотрите, вот здесь. Подписываясь, вы также соглашаетесь с тем, что Apple может пришить ваш рот к анусу другого пользователя iTunes. Охренеть. Apple и дочерние компании могут при необходимости пришить к вашей заднице рот другого пользователя, объединив ваши пищеварительные тракты. Так, все, хватит. Я иду в полицию. Вот, поэтому если вы не хотите таких последствий, я думаю, что нужно как минимум читать, что там они предлагают. И, конечно же, думать над обновлением. Вы совершенно не обязаны его делать. Это так же, как проходить KYC в этих кошельках. Это же, собственно, для этой функции восстановления фразы. Они просят вас по факту пройти KYC, то есть рассекретить свою личность. Вы не обязаны этого делать. На криптокошельках вас могут попросить это сделать, только если вы меняете одну валюту на другую. Потому что это уже попадает под правила AML KYC. А если вы просто храните свою крипту на кошельке, то никто не может вас заставить пройти KYC. Вы просто владеете своими приватными ключами. Вопрос доверия к компании Ledger. Да, это вопрос. Я лично пользуюсь кошельком Ledger. Меня все устраивает. Мне нравится. Я думаю, что все будет нормально. Но дисклеймер, как говорится, не финансовый совет. Вы посмотрите лучше на биткоин, друзья. Что происходит с биткоином? Биток, тем временем, пока нас отвлекают с вами этими новостями, тестирует недельную сетку EMA Ribbon в качестве потенциальной поддержки, друзья. И это как раз знаковый момент. Потому что, если вы посмотрите, у нас в последний раз такое было достаточно давно, когда начинался новый бычий импульс. И вот сейчас, если мы здесь закрепляемся на этом уровне, а это 26 тысяч долларов, ребята, то тут To The Moon, конечно же, гарантирован. Вопрос, какой он будет. Либо сразу наверх, потом вниз флэт, либо немного наверх, потом вниз сквиз, потом наверх, понимаете. Либо даже если мы вот так вот удержим этот уровень, все равно это пойдет наверх. Поэтому тут, конечно, потенциал и возможности сейчас офигенные. Кстати говоря, у нас на канале вышло очень много новых видео. Я почти уверен, что вы большинство из них не видели, поскольку YouTube не может выдавать вам сразу все видео в ленту. А когда у нас выходит их по три штуки в день, он выдает вам какое-то одно. В общем, вышел крутейший видос Боба Лукаса про бычий рынок, про одного из лучших вообще биткоин-инвесторов и таких долгосрочных трейдеров. Посмотрите обязательно, если вы его не видели, сейчас появится сверху. И от Олеси Орастани классный видос. Несмотря на кучу негативных комментариев, я считаю, что он очень крутой чувак, он тоже очень крутой трейдер. И в свое время и на коронадампе очень классно заработал против толпы. Вот он сейчас рассказывает здесь про то, что может случиться с биткоином. Короче, обязательно посмотрите все новые видосы. Ставьте лайки, если вам заходит такой контент. По TRDR, посмотрите, у нас вырисовывается голова-плечи из наших трех сигналов по покупкам. Здесь большие-большие китовые покупки происходят прямо сейчас. Поэтому я думаю, что приоритет, конечно же, лонговый. Потенциал лонговый сейчас. Поэтому я набираю, ребята, позиции на байбите. По Рипплу зашел еще. Посмотрите, как Риппл точно у нас оттолкнулся от 78-й Фиба. Да, помните, мы долго вот от золотого кармана, от 61.8 отталкивались. Теперь от 78-й. И посмотрите, как он пошел на новостях про CBDC. На новостях про CBDC он вроде как пошел. Ну ладно, будем посмотреть. В общем, все ссылки в описании, друзья мои. Торгуем осторожно. Подписываемся в Телегу. Обязательно. Чтобы ничего не пропускать. Победал. Вот у меня ведра на разгрузку стоят. Я думаю, он сейчас туда их просто со свистом может все вообще пролететь. Но дисклеймер, не финансовый совет. Всем профитролей. Удачи в торговле. И до следующего видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok